Привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Включила подсветку, потому что уже темнеет. Зимой уже рано темнеет. Время уже полпятого примерно. Да, кто меня не знает, меня зовут Оля. Мне 50 лет, живу я на севере Сазовской области, в маленьком городе Волчанский, в стране. С весом 115 килограмм. Мой результат уже больше 20 килограмм. О подробности, кому интересно, внизу в описании. Кому понравятся мои ролики, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. Вместе нам будет интересно. Значит, сегодня 15 января. Я, как и обещала, пошла гулять, потому что у нас всего лишь около 20 градусов. Ну, минуса, конечно. А тут вообще было минус 25 несколько дней, я не гуляла. Так, о чем я сегодня хотела поговорить? Да, мои хорошие, мои дорогие. Я как бы пообещала трансляцию, да? Ну, не знаю, если честно. Я как-то еще побаиваюсь. Для меня это ново. Вот одно дело, да, когда ты записываешь там 10-минутный, 15-минутный ролик, и другое дело, общение в прямом эфире. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Здесь есть такой нюансик. Это же вечером, да, в основном. У меня муж, сын, ну, как-то, не знаю. А еще, знаете, что у меня скачки давления бывают. Ну, то есть я вообще-то гибертоник, но сейчас, вот как я стройнею, да, уже минус 22 килограмма у меня, оно у меня нормализуется. Но у меня очень сильно подскакивает давление от волнения. У меня просто шарахает. А это все-таки волнительно, потому что ты не знаешь. Конечно, я знаю, что вы у меня такие умнички. Спасибо вам огромное за такие замечательные комментарии вы мне пишете. Вот. И, ну, не знаю. Ну, в общем, волнуюсь и боюсь, что и давление подскочит. Не знаю. Я это, я хочу, конечно, провести стрим, но посмотрим. Дело в том, что я, ой, как похолодало, прям резко солнышко село и тут же похолодало. Объясняла, как я считаю калории. И показывала свое приложение. Ссылочку на этот ролик оставлю в подсказках обязательно. Вот. И мне пишут в комментариях, что, Оля, вот вы на стриме покажите. А как же я покажу, мои дорогие, если я в стрим буду выходить с этого же телефона, приложение у меня на этом же телефоне, я все равно не смогу наглядно показать. В общем, давайте, кто хочет разобраться с этим приложением, хотя, вы знаете, ну, там проще пареной репы, там создать новый рецепт, да. А, приложение, значит, называется «Кулинарный калькулятор». Значок у него, такая кастрюлька на бирюзовом фоне. Не ошибетесь, он очень легкий и простой в обращении. Все блюда там сохраняются, там очень хорошо подсчитывается все КБЖУ. Я им пользуюсь просто и довольная, как слон. Вот. Значит, там создать... Ух ты! Как машина-то занесло! Ой-ё, осторожно! Прям так дрифтовал. На летней резине, наверное. Кошмар какой-то. Я сама за рулем, сама водитель. И вообще кошмар какой-то. Вот. А, отвлеклась. Да, создать новый рецепт. Там есть большая база продуктов. Но, что очень хорошо, можно вносить свои. В верхнем правом углу есть галочка «Только мои». Откроется окошечко, заносите свои продукты, калорийность, белки, жиры, углеводы. Вот. Не хотел нажимать паузу, движение такое у нас тут в деревне. Все сохраняется, вносится количество. Там есть учесть уварку, ужарку. Нажать там галочку, когда вот сохраняется. Ну, то есть там пошагово, там разбираться. Кто все-таки не поймет, меня очень легко найти в одноклассниках. В одноклассниках. Ольга Охотникова, 50 лет, город Волчат, Сырловской области. Там можно и созвониться, и списаться. В общем, вот, мои дорогие. Так, еще я обещала что-то рассказать. А, по больницам. А, вот еще вопросик такой хотела задать. Вот смотрите, мне 50 лет, да? Вот всегда кричат, следите за своим здоровьем. После 40 лет женщины должны проходить маммографию. Да. Дело в том, что у меня есть кое-какие проблемки. В 2012 году мы с сыном попали в жуткую аварию. Слава богу, живы остались. Машину пришлось встать уже в металлолом. Вот. И я была сильно сдавлена ремнями. Тут у меня и руль вошел практически. И это. И у меня в груди, в правой, были уплотнения. Я их наблюдаю. Потому что, в общем, мне тоже тогда было такое. Сделали мне УЗИ. Увидели там три, как бы, это самое. Ну, как они называются. В общем, кружочка. Вот. Потом сделали маммографию. Выяснилось, что, как бы, ничего страшного. Это произошло уплотнение тканей. Вот. Но сказали, надо наблюдаться. И я наблюдаюсь. Да. Плюс у меня еще миома матки есть. Я ее тоже за ней наблюдаю. В общем, ну, уже всем, как говорится, уже к такому возрасту не совсем здоровые люди. И дело в том, что я живу в маленьком городе. И у нас нет своей маммографии. Она есть в соседнем городе, в Карпинске. Мы, кстати, к нему относимся. Он от нас тут километров, ну, 12, наверное. И все, чего нет у нас, там, ну, есть практически все у них. Город побольше, чем наш. Но почему-то для нас маммографию там делают платно. Стоит где-то, не помню, что-то около 1000 рублей. Вот. И почему такое? Почему карпинские женщины, значит, они как белые люди? Да, им положено бесплатно. А мы живем рядышком, у нас своей нет. А мы должны платить. Хотя я звонила по телефону, который указан на полисе УМС. Мне там сказали, что по направлению врача должны сделать бесплатно. Направление врача у меня есть. Он мне дал, ну, такой сухмылочкой, сказал, что, ну, все равно будет платно. Договоров между поликлиниками нет. В общем, там говорят одно, там говорят другое. Мне просто интересно, мои хорошие, кто-то живет в небольших городах, в поселках, в деревнях или вот в таком городке, как наш. Сколько у нас населения? Не знаю, тысяч 10, наверное, жителей. Может, побольше. Что-то не следило за статистикой. Вот. Как у вас с этим делом? И вот не знаю. И знаете, как-то обидно. Почему я должна платить за то, что мне положено как бы и по возрасту, и по закону, и по полису. Вот, мои хорошенькие. Ладненько. Наболтала много, настроения вроде ничего. Ну, потому что она у меня, считайте, это проблемка уже с 12-го года, 10 лет. Но наблюдать все-таки надо, потому что, мало ли, перерождение может быть. Все как бы это... Вот поэтому я сейчас как бы сейчас занялась и все мотаюсь. Да, все нормально. В настроении у меня это. Вес у меня прыгает немножко. Тут у меня, значит, резкий опять скачок вниз. Потом ступенечки немножечко это. Но я знаю, что все будет это. Все будет нормально, все будет прекрасно. Люблю вас, целую, обнимаю. Так, ну, и, наверное, еще покажу тарелочки. И обязательно песня. Так, мои дорогие, я нагулялась. И теперь у меня перекусик. Мандаринка, яблочко. И вот такая вкусняшечка. Йогурт. Купила сыночку, а он что-то не это самое. Говорит, мам, я такие не очень. Ну, я думала, сама выпью. Ладненько. И мой перекусик потянул на 337 килокалорий. Вот. Прибавляем тысяча четыре. И будет у меня еще ужин. Итак, мой ужин. Завтрак и обед во вчерашнем ролике. Ссылочку оставлю в подсказках. Салатик свежих овощей. Огурчик, помидорчик немножко. Салатик листовой. Лучок зеленый. И заправлено вот 10 грамм майонеза легкого 20%. 120 грамм тушеной капусточки со сметанкой. С охотскими колбасками. Лук, морковочка. Так, ссылочку на рецепт тоже оставлю в подсказках. В позапрошлом, наверное, ролике. Так, вареное яйцо. Кусочек хлеба. И посыпано вот такими дрожжи пищевые, неактивные. Покупала их на Валберис. Это не те дрожжи, которые в хлеб кладут. Нет, это немножко другое. Это вот вместо соли и специи, поддержка иммунитета, витамины. А витамины группы В. Кстати, вообще вкуснятинка. Ирочка, Фионочка мне их посоветовала. Здоровья ей крепкого желаю. Вот. Солоноватый такой сырный вкус у них. В общем, мне очень нравится. Можно сыпать на вареные яйца, на пюре, на холодец. На что хотите. Так. И весь мой ужин вышел. На 271 килокалорию. Вот. Потому что я считаю. На завтрак у меня было 2 блинчика с 1% сгущеночкой, кофе с молоком. Обед у меня был суп пюре гороховый и сухарики мои, которые я сама сушу. Перекус был фрукты и йогурт. Смотрите, мои дорогие. Вот это. Первая циферка. Меня спрашивали. Это калорийность блюда, либо продукта. Вторая. Это вес. Это я перемножаю. Это я складываю. Нарастающий ток. Вот на этом я стройнею. Всем приятного аппетита. Кто кушает. А сейчас доброе утречко. Если у вас доброе утречко. 16 января. Воскресенье. Всех с выходным днем. И мой завтрак. Блинчик. Все записываю. Пирожок. Спасибо огромное, свекровушки. Подкармливает нас пирожок с картошкой. Кусочек колбаски. Сервелати. Да. Вот такой вот у меня бывает завтрак. Не всегда бывает ппшный, мои дорогие. Но я стройнюю не на пп, а на подсчете калорий. И знаете, с утра можно себе позволить что-то такое, можно сказать, так, из прошлой жизни. Пирожочек, там, колбаску, все. Но мне главное, чтобы мне не выйти за мою 1200-1500 калорий за день. Вес мой сегодня на утро вернулся к 92-900. То есть, если сравниться вчерашним днем, это минус 600 грамм. Ну, я уже повторяю, что у меня минус, потом бывают плюсики, потому что жидкость бывает подкапливается, гликогенчик. И знаете, что я еще не сказала вам вчера? У меня тут муж сало солил. И я вчера, но я их не записала, просто он кушал. И я попробовала, отрезала себе пару кусочков сала. Вот. Так что, ничего страшного. А сало, тем более вообще, солененькое сало, очень даже полезно. И весь мой завтрак вышел на 417 килокалорий. Да, будет кружечка кофе с молоком. И я все-все-все записала. Да, немножко неправильно сказала пирожок с картошечкой и грибами. А почему на завтрак можно позволить себе что-то такое? Потому что все, что мы съедим до 12, все сгорит. Мы все и стратим эту энергию. И в жир у нас ничего не отложится. А сало особенно полезно для легких, потому что после, особенно вот кто перенес коронавирус или какие-то такие вот для легких. В общем, это полезно. Это даже врачи говорят. Можно до 40 грамм сала в день. Так, мои дорогие, пирожок-то оказался не с картошкой и грибами, а с капустой и грибами. И калорийность у него меньше. Ну, я уже не буду черкать, переписывать. Просто так буду иметь в виду. На этом сегодня у меня все. Продолжение завтра. Будьте здоровы. Люблю вас. Целую и обнимаю. Ваша Оля. Ну и песня, конечно же. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди. Здесь у нас холодные рассветы. Здесь на несведанном пути Ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, А удача, награда за смелость. А песни довольно одной, Чтоб только о доме вне пелось. Ты поверь, что здесь издалека Многое теряется из виду. Тают грозовые облака, Кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, Чтоб порой от жизни получать Радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, А удача, награда за смелость. А песни довольно одной, Чтоб только о доме вне пелось. И забыть по-прежнему нельзя Все, что мы когда-то недопели. Милые усталые глаза, Синие московские метели, Снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, В небе незнакомая звезда Светит словно памятник надежде. Надежда, мой компас земной, А удача, награда за смелость. А песни довольно одной, Чтоб только о доме вне пелось.